Великий обзор, это кред ревью и шикарный советский, я бы поспорил, я бы поспорил, на этот раз не советский, ребятки, а украинско-канадский, да-да, вы спросите, нифига себе, нифига себе, канадский, да, Украина плюс Канада, 91-й год и драмовоенный фильм о дедовщине, кислородный голод, премьера в мире с 11 сентября 92-го года, вот так вот, и режиссер Андрей Дончик, к сожалению, я не знаком с этим режиссером, да и вообще я не особо следю за такими работами. В обычной советской воинской части деды, ну и советская все-таки тематика присутствует, так вот, в обычной советской воинской части деды, зачитав приказ о дембеле, решили поизмываться над молодыми, ну че там, просто поиграться, поприкалываться, это же было тогда нормально. Все молодые покорно терпели, а рядовой белый, сволочь, терпеть не стал. Ну что один из дедов сказал, я тебя трогать не буду, такие как ты у нас здесь сами вешаются. Вот так вот. Да, тяжелые были времена для тех, кто служил два года, тем более советская армия, ну я думаю, и украинская, и белорусская, что тоже, все-таки это же было советское, все как бы, все вместе, че там говорить. Ведь время было жесткое, но местами-то справедливое. Сейчас, к сожалению, не армия, а просто слюнявый детский сад. Розовый слоник, где солдатики спят, их кормят. Сколько они спят? По часик? По часику. В общем, сказка, а не армия. А это такие фильмы нужно смотреть. Ух! И вспоминать. Как было весело и задорно в той советской далекой армии, когда ты был дедом, и ты гонял всю эту ересь совсем молодую. Ну что, ребятки, 91-й год, обожаю такие работы, такие драматические, сложные работы, и, казалось бы, с простым сюжетом, но в них есть своя, своя грань, ее нужно понять, это тоже. И Андрей Дончик, который, это режиссер, который подарил нам эту работу, он открывает эти грани. Моя оценка 7 баллов этому драматическому военному фильму. Ну вот так вот, друзья, кто-то ставит 10. Лайк, дизлок, подписка, помогаем на развитие канала. Пересматриваем фильмы. Фильмы я, вот этот фильм, смотрел 3 раза, по-моему, да, 3 раза. Это в общем, если пересматривайте свои любимые фильмы, ну, даже не то, чтобы любимые, а те, которые вам запомнились, смотрите хорошие фильмы. Фильмы должны быть разные, как карандаши, разноцветные карандаши на вашем столе. Адьос. Фильмы. Фильмы. Фильмы.